Тбилиси Знаете, мне везет Вот я гуляю по Тбилиси Рассказываю истории Его замечательных обитателей И у меня совершенно не датская Не датская программа То есть я не подстраиваюсь под какие-то даты А так получается, словно они под меня подстраиваются И вот сейчас, 6 февраля 120 лет Михаилу Чаурели Замечательному режиссеру Которого многие называли И считали любимым режиссером Сталина Ну, в принципе, это мнение не безосновательно Потому что действительно те фильмы Которые Михаил Чаурели снимал о Сталине Это, наверное, были самые такие показательные Самые, можно сказать, наверное Образцовые ленты О вожде всех времен и народов Но Михаил Чаурель, собственно Начинал не как режиссер Он учился в Тбилисской школе Живописи, вояния и зодчества И одним из его ближайших друзей Был Ладо Гудяшвили Собственно, это была такая компания Компания художников Которые ездили по Грузии И старались сохранить орнаменты Украшения церквей И знаете, если вы окажетесь В Национальной галерее Грузии То увидите там фотографию И на этой фотографии Компания художников Михаил Чаурели, Ладо Гудяшвили Элена Гудяшвили, Дмитрий Шеварнадзе Знаковые имена для грузинской живописи А потом Михаил Чаурели уже стал режиссером И действительно, фильмы, которые он снимал В них был такой, знаете, ну, Сталин-Сталин Сталин играл Михаил Геловани И они жили в Москве И Чаурели, и Геловани И одна же случилась такая история Михаилу Геловани позвонили домой И сказали, что на обед Его приглашает Сталин Геловани был в полной уверенности Что это розыгрыш И поэтому, когда через полчаса К нему приехали, сказали Вы готовы? Он был в пижаме Он сказал, да пожалуйста Сел в машину и ждал, что машина вот сейчас Заедет в какой-то ресторан И там ему скажут, друзья А мы тебя разыграли А он им ответит Так я понял, что вы меня разыграли Видите, я даже в пижаме О том, что все серьезно Геловани понял, когда машина въехала На территорию сталинской дачи Но уже было что-то делать поздно Его ввели в огромный зал Где обедало все полетбюро И единственный знакомый Геловани Это был Михаил Чаурели Который тоже сидел за столом Их посадили рядом друг с другом Вино грузинское сделало свое дело И через какое-то время Геловани захотел уже сказать тост А Чаурели все время брал его за пижаму И сажал на стул В конце концов Геловани не выдержал И крикнул, товарищ Сталин Я хочу сказать тост за вас А Чаурели мне не дает Сталин ему сказал Ну значит, товарищу Чаурели виднее В 1953 году Сталина не стало И у Михаила Чаурели Кстати, его последней работой Посвященной Сталину Был фильм «Великое прощание» Вот те самые похороны вождя Так вот, конечно же, репрессии коснулись И любимого режиссера Сталина Чаурели отправили в Свердловск Руководить мультипликацией Ну как рассказывала мне Софи Ко Чаурели Дочь режиссера И прекрасная актриса Сверико Анджапаридзе Даже в Свердловске Михаила Дешерович сумел снять фильм Посвященный Сталину Мультфильм назывался «Мыши хоронят кота» Ну а потом Чаурели Приехал в Тбилиси И стал жить Вот в том самом доме На Пикарис горе Это гора раздумий Если переводить на русский Этот самый дом Михаил Чаурели построил На том месте Где состоялся его поцелуй Сверико Анджапаридзе Это была одна, наверное, Из самых знаменитых Если не самая знаменитая Пара Грузии В Москве, наверное, Такой парой была Семья Любовь Петровна Орлова И Григория Александрова Так вот, когда Чаурели Еще жил в Москве И приезжал в Тбилиси Что называется на каникулы Его встречала на вокзале Конечно же Верико И вот однажды Чаурели, получив Сталинскую премию Купил Победу Привез эту Победу в Тбилиси И Верико ездил на этой Победе Потом Верико понадобились деньги Победа была продана И она купила москвич И когда Михаил Чаурели Приехал в Тбилиси То увидел, что жена его встречает На москвиче Он сказал Слушай, Верико В следующий раз Тебе понадобятся деньги Ты продашь москвич И что купишь? Мотоцикл? Верико ответила Не угадал Велосипед Знаете, вот история любви История любви, которую сочинить невозможно С которой только можно познакомиться И восхититься И вот такой историей Была история любви Михаила Чаурели и Верико Анжи Поридзе Знаете, Михаил Чаурели Умер первым И его похоронили На территории киностудии Думали, что там будет пантеон И когда через несколько лет Не стало Верико Анжи Поридзе То ее уже похоронили В пантеоне На Мотоцминде И получилось, что любящие друг друга Супруги оказались После смерти В разных местах И вот тогда В дело вмешалась Софико И она сделала все для того Чтобы прах ее отца Был перенесен Из киностудии Грузия Фильм Пантеон И сегодня На Мотоцминде Вот эти две могилы Находятся рядом Могилы Верико Анжи Поридзе И могилы Михаила Чаурели И мне очень хочется Сегодня В юбилейный день Для этого великого режиссера Вспомнить о нем И Наверное Задаться вопросом А можно ли Оставаться верным Себе Оставаться верным Своим убеждениям И посмотрев на жизнь Михаила Чаурели Ответить на этот вопрос Положительно Субтитры подогнал «Симон»